я евгения морозова это 365 инфо здравствуйте сегодня в нашей студии олимпийский чемпион игр мастеров 2013 года алексей абраменко и говорить мы будем о возможностях человеческого организма в спорте здравствуйте алексей здравствуйте вы этот титул завоевали в 2013 году в городе турине да и эти игры они чем отличаются от обычных олимпийских игр они я вам скажу сразу эти игры отличается большой массовостью если на олимпиаде в лондоне было 11 тысяч спортсменов то в турине было 30 тысяч спортсменов понимаете все спортсмены были возрастные или именно именно возрастные это были как она называется world master games это называется все именно все игры все мирные игры мастеров ну там значит это любители и ветераны принимают участие вот и поэтому это очень массовое мероприятие но единственное там сроки если олимпиада проводится 20 дней то все эти и игры прошли за 10 дней то есть вы понимаете за 10 дней охватить 30 тысяч все виды спорта это очень тяжело это на организаторов легла очень большая на этом смысле работа но вот вы спортсмен профессиональный вы спортом занимались и вы спортом занимались когда 28 лет назад да я занимался я начал еще со школьной как говорится со школой занимался где-то лет я наверно 15 был сборной советского союза два года ездил по соревнованиям по международным но тогда не было такого названия что профессиональный спорт мы все были любители потому что был советский союз вот мы как бы ездили за идею а не за зарплату такая была у нас пропаганда вот но после этого был перерыв у меня ну как перерыв я 28 лет на велосипеде не ездил но из этих 28 лет я перешел в мотокросс и еще 14 лет ездил в мотокроссе то есть все равно спорт был в вашей жизни был в моей жизни да да а что вот вас подвигло вдруг взять 2013 году поехать в турин и стать олимпийским чемпионом как так получилось но я немножко отступлюсь так не бывает что сел и поехал и выиграл такого не бывает получилось что те ребята с которыми я раньше ездил они стали активно заниматься вот велоспортом у нас значит бывший директор нашего велоклуба значит имени винокурова нашего олимпийского чемпиона александра винокурова он был директором и он мы с ним раньше ездили вместе вот и он мне говорит значит у нас сейчас открывается как движение ветеранское давай принимая активное участие в связи с тем что все таки ты ездил неплохо и можно сказать что вот гуцелюк это самый сергей он меня можно сказать второй раз посадил на этот велосипед я начал потихоньку заниматься а связи с тем что нас учили ездить не проигрывать всегда быть форме это начинает заедать это начинается тренировки это начинается то а когда уже пошел результат стали ставиться цели а цели стали ставить уже такие как вот победы на международных соревнованиях и когда я почувствовал что я могу это сделать то я естественно заявился и поехал вы поехали сами по себе или вас нет меня отправили связи с тем что наш клуб он значит меня включили в график и я ехал за счет за счет именно клуба туда в город турин где подверг подверг всех в шок потому что за границей в основном ездят за счет там кто спонсор кто там от работы а я получается приехал за счет государства но я же приехал за счет государства и это подвергла все шок как так вроде казахстан такая вроде как ну они нас в принципе о казахстане сейчас многие знают но они не могли поверить что приехал человек за счет именно от казахстана от государства спорт на таком уровне да они что спорт именно вот именно ветеранский спорт что у нас именно на таком уровне находится на государственном они прям были в шоке все но вот ваш результат, который вы показали, вы взяли и обошли. Обошли многих чемпионов, которые до этого активно участвовали в спортивной жизни, в том числе и на этих играх. Вы говорите, был график у вас тренировок, был определенный настрой. А сколько времени подготовка у вас заняла? Я скажу, активная подготовка заняла 4 года. 4 года, потому что слишком большой был пробел, 28 лет. Мотокросс с мотокроссом, там другая специфика. А велоспорт это другая специфика. И поэтому тут еще какой аспект? Сразу начинать нельзя. Тут, как говорится, нас учили старые тренера, должен соблюдаться закон 3П. Постоянно, последовательно и постепенно. Понимаете в чем дело? Особенно в возрасте. Просто многие думают, сел и поехал. Нет. Нужно потихоньку, потихоньку вкатываться, организм, что твой привыкал, восстанавливать его. Потому что чем больше нагрузок, тем больше восстановления должно быть время. Особенно в нашем возрасте. Вот кому за 50. Поэтому, чтобы организм не сорвать, то должна быть специальная система тренировок. То есть, как говорится, от простого понемножку должно идти. Вот этот вот период у меня был 4 года. Ну, тем не менее, результат вы показали такой, который не каждому молодому и активному спортсмену по зубам. Ну да. Вот. А следующие игры мастеров будут в 2017 году. Вы вообще планируете в них участвовать? Ну, тут сложно судить. Потому что это сопряжено с многими финансовыми трудностями. Потому что следующие игры мастеров будут в Новой Зеландии. А это и перелет, и все, и трансфер вот этот. Это в связи, как сейчас вы видите, что у нас, как говорится, курс доллара и евро. Я думаю, не знаю. Это очень 50-50, 50 на 50. Поеду я, не поеду. И опять же, от этого можно готовиться. Вот, готовиться сильно и не поехать. Вот. Как у меня было в 2012 году, я готовился на чемпионат мира. Ну, и в связи с тем, что из-за финансовых проблем я не попал на чемпионат мира. Хотя весь год готовился. Так же и здесь. Если готовится, то готовится. Если не готовится, тогда не готовится. Вот тут очень тяжело определить вот эту середину. Ну, вот там, пообщавшись на международных соревнованиях, пообщавшись с вашими коллегами, спортсменами из других стран, вы что-то поняли? У них какой-то особый график питания, особый режим дня. Вот. Что отличает такого спортсмена от обычного человека, который сел на велосипед решил поучаствовать в гонке? Ну, видите, я вам скажу так, за границей, за границей, у них, они же рядом все находятся. Они все рядом находятся. Даже с подсоветских наших республик, те же вот ребята с Литвы, с Белоруссии, с Украины, с России, у них там так, они садятся на автобус, приезжают на 3-4 дня в Европу, там катаются, гоняются, ходят по экскурсиям, и обратно приезжают. И так же там все они. Мы находимся слишком далеко. Если им там, грубо говоря, 4 часа ехать, нам только 7 часов лететь. Вот в чем дело. Поэтому они друг друга там всех знают. Они друга знают, они знают, кто на что способен, какие соревнования, у них там график есть и так далее. То есть, у них в этом отношении это все развито там. Нам в этом отношении, конечно, тяжело. Я когда туда приехал, мне было тяжело, потому что раньше, если я гонялся, я знал, кто на что способен. А тут я приехал, я никого не знаю. Просто никого. Тут надо было рассчитывать вот только на себя. И поэтому, ну, как говорится, у меня уже не было такого там на кого-то смотреть. Готов-готов. Тут уже другого не дано. А вот физически, как вы себя чувствовали? Вы же, вам есть с чем сравнить? Вы в молодости активно участвовали в соревнованиях, да? И вдруг вот поехали. Вы ощущали какую-то там неуверенность в собственном организме? Вы имеете в виду дискомфорт? Нет, страха не было. Абсолютно. Просто, когда уверен в себе, страха не было. Просто единственное, я последний раз был за границей в 80-м году. В 80-м году тоже в Италии. И вот я поехал туда через 33 года. Вот. Вот единственное, вот это вот, я не знал, как я там адаптируюсь, как я буду акклиматизироваться. Потому что в молодые годы акклиматизация одно. В нашем возрасте акклиматизация другая. Я вот этот вот период не знал, как он у меня будет. Вот единственное, что меня смущало, и все. Ну и как этот период прошел для вас? Ну, в принципе, я с ним справился, хотя у меня попал я как раз, вот у меня старт был, как раз на первый день акклиматизации. Ну, это немножко вялость, немножко это, ну, просто уже пришлось перестраиваться, настраиваться на другое, уже как бы не давать себе вот этого, как сказать, слабины. Потому что уже, если приехал, то приехал. Просто я вот этот период как раз вот не мог рассчитать. Вот это единственное, что меня вот, больше всего меня вот и беспокоило там. А так нет. Сел в седло. И сразу результат. Ну, как бы, ты не думаешь, что на первое место, идешь на свой результат, который ты можешь показать. Ну, а время покажет, время показало. А в Алматы сейчас вот среди ваших друзей, спортсменов возрастных, вот какие настроения? Вы планируете дальше участвовать в соревнованиях, организовывать их и на нашей территории? Или вот это сейчас притихло все? Ну, вот единственное в чем, что у нас, вот у нас раньше как было, здесь я имею в виду, у нас были матчевые встречи, международные встречи были. Россия, Казахстан. Это вот были ветераны Сомска. Они нас приглашали. Вот мы ездили, значит, к ним. Они ездили к нам в Алмату. Вот у нас тут были свои соревнования, тоже проводили мы. И традиционная гонка Павлодарская, она уже проводится вот в этом году будет 22-й раз. Это вот благодаря Ринату Ахмедбекову и благодаря Акимату города Павлодара, вот эта гонка проводится традиционно. Она первое воскресенье сентября, мы всегда ездим к ним. Это всегда. И вот единственная у нас вот гонка, вот это и осталось. Вот это Павлодарская. В Омске у них там свои проблемы настали, мы перестали к ним ездить. В Алма-Ате у нас тоже, тут у нас проводится международная гонка среди профессионалов. И поэтому вот эта ветеранская гонка, она получается, немножко ее стали сдвигать, а когда ее сдвигают, у нас уже тут непогода. Поэтому эта гонка уже два года не проводится у нас. Вот единственное, что у нас мало стартов. Среди ветеранов, я имею в виду, среди любителей, среди этого, мало стартов. У нас были пробеги. Вот благодаря нашему бывшему мэру Есимову каждое воскресенье были пробеги, конечно, вот он молодец, поднял это велосипедное движение, стало много вливаться народу, были дневные, ночные пробеги. Но это пробеги. А что касается гонок, тут вот немножко проблематично стало. Ну, вообще Алмата, наверное, я как обыватель говорю, не как спортсмен, Алмата, наверное, город не очень приспособленный для каких-то там велопробегов? Нет, я бы не сказал. У нас, я скажу, много построено велодорожек. Хотя бы взять Альфа-Раби, велодорожка есть. Отведены вон места, даже на Мэдео есть, красят, чтобы люди, как говорится, в горы ездили. Потом у нас новая дорога, которую сделали на Бурундай, в сторону Бурундая, вот где у нас автомобильный ЦОН. Там прям просто шикарно автомобильное, велосипедную дорожку сделали такую, там 7 километров. Так что я считаю, что Алмата из всех наших городов, я имею в виду, нет, Алмата у нас очень приспособлена именно для велосипедного движения. Именно для велосипедного движения. И потом я вот, я все-таки на велосипеде езжу каждый день. Я смотрю в связи с популяризацией велосипеда, и водительский состав стал более внимателен к велосипедистам, как-то уважают, пропускают, что вот импонирует. Для меня, например, было очень, как сказать, неожиданно, когда я первый раз приехал за границу, там в Италии, в Австрии я был, и там вот 6 рядов идет, 6 рядов идет потока машин, и если велосипедист поворачивает, 6 рядов останавливаются, пропускают велосипедиста и потом едут. Вот понимаете, насколько уважение вот это? Ну, это было когда? И вот сейчас я смотрю, у нас то же самое, в связи с популяризацией велосипеда, водительский состав стал более такой приветливый, ну, как говорится, доброжелательный именно к велосипедистам. Независимо там, гонщик он или любитель, там же на нем не написано. Ну, молодцы, бывает, пропускают, пожалуйста. Ну, да, популяризация, она сказывается на том, что многие люди даже просто на работу ездят на велосипеде. А что касается спорта, это спорт же, он все равно закладывается в юные годы. Вот во сколько мальчик должен прийти в секцию велосипеда, чтобы потом чего-то достичь в плане результатов? Ну, как вам сказать, вот... Он же, наверное, не может в 3-4 года, да, как люди на плавание отдаются. Да нет, конечно. Ну, вот я вам так скажу. Если взять вот и... Если мы открутим историю назад, грубо говоря, я начал заниматься в 11 лет. Результаты у меня пошли где-то в 14-15 лет. Ну, к примеру, 3-4 года. Ну, раньше. И потом пошло-пошло. Ну, в связи с тем, что у нас было омолаживание состава, я, например, в 20... В 21 год я выполняю мастера спорта международного класса, а в 22 года я уже становлюсь стариком. То есть уже всё? Для спорта не годится? Уже всё. В 22 я для велосипода стал уже старым, нас начали списывать и так далее. Называлось искусственное омолаживание состава. Если мы сейчас историю открутим вперёд, наоборот, вот, если взять, например, нашего олимпийского чемпиона Александра Винокурова, он в 37 лет стал олимпийским чемпионом. Ну, это о чём-то говорит. 37 лет. Если бы он, конечно, был бы в то время, он его бы точно так же списали, как уже старика. Как не перспективно. Как никогда, да, да, да. Если взять, он испанца Мигеля Индурайна, который выиграл 5 Тур-де-Францев, это считается гонка высшего уровня, он тоже в 27-28 лет выиграл свой первый Тур-де-Франц. 27 лет. А у нас считалось уже 22-23 года уже старик. Поэтому, конечно, ну, если сейчас взять на наше время, на наше время, то, естественно, лучше, конечно, заниматься, как говорится, ну, чтобы возраст был поменьше, там, в 10-12 лет. Но я не говорю, что сразу заниматься на велосипеде. Может заниматься плаванием, бегом, то есть готовить себя именно к велосипеду. Потому что выезжать массово ребёнку в 11, даже в 12 лет на дороге проблематично. У него реакция не та, он всё-таки маленький, может испугаться и так далее. Поэтому, если вы, конечно, ну, если организованные колонны, вот как у нас организуются, то есть у нас выезжают тренера вот с велоклуба и 12 лет, и 13 лет, ну, там техничка, сопровождение, всё это, чтобы обезопасить, как говорится. Но это в секции, где организована именно секция. А вот если выезжать так, дорогами общего пользования, я бы, конечно, не советовал с юных лет выезжать на дорогу, это очень опасно сейчас. То есть если родители всё-таки задумали своему ребёнку дать спортивное велосипедное будущее, направление, они должны всё-таки задуматься о том, что он должен заниматься в секции. Конечно, конечно, конечно. Под руководством тренера. Да, потому что, ну, как сказать, я вот езжу везде у нас и в Алмате, Алматинской области. Есть организованные колонны, есть организованные колонны ребят, ну, которые любители. Их, там, пять, шесть, семь, восемь человек, они ездят. Одиночек мало, потому что одному ездить как-то неинтересно. Вот. Поэтому я, конечно, советую, если где-то, вот, ну, родители хотят, чтобы ребёнок ездил, ну, нужно, чтобы, конечно, их было, ну, как бы компания. Компанию и видно далеко, им весело, это всё организовывается, ну, как они организовываются, это всё как бы проходит в таком, ну, как говорится, в таком лёгком, ну, в то же время и с нагрузкой, ну, ритме. Самым возрастным спортсменом, велосипедистом в истории Олимпийских игр был Оскар Сван, да? Да. Сколько я знаю, он в сто лет? В сто лет, да. В сто лет. Вы планируете до такого возраста? Сто лет, конечно, да. Его когда спросили, что вы желаете будущему вашему преемнику, он ответил, я желаю, чтобы он в сто лет хотя бы сел на велосипед. Не то, что он проехал там, а просто в сто лет сесть на велосипед. Ну, как сказать, конечно, в сто лет это такой рубеж, плохо тут генерал, тот солдат, который не хочет к генералам, но я не знаю, в сто лет на велосипед, если бы я, конечно, бы сел, я бы много за это отдал, хотя бы сесть. Ну, что ж, я вам желаю, наверное, всё-таки долгой спортивной карьеры, новых успехов, новых олимпийских наград и вообще наград всяких разных. Всяких разных, да. Здоровья вам. Спасибо, что вы к нам пришли. Приглашайте, придём, если надо, расскажем, на любой вопрос ответим. Ну, просто хочу для телезрителей пожелать здоровья, самое главное, не болеть, беречь себя. Кто меня видит сегодня в передаче этим нашим любителям, ветеранам, катайтесь на велосипеде, это хороший вид, это здоровье, это всё, но в то же время берегите себя, особенно средства защиты должны быть, шлем должен быть и так далее, потому что сейчас без шлема никак нельзя. Ну и, как говорится, велосипед forever. До свидания, спасибо вам большое. До свидания, с вами была Морозова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok